Ну а мы продолжаем наше утро. И мало кто знает, но с 24 по 25 апреля в Ростовской области, а именно на территории Орловского района, прошел, ну не побоюсь этого слова, уникальный фестиваль тюльпанов, который называется «Воспетая степь». И я предлагаю поговорить о нем прямо сейчас. Да, с нами на связи начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области Светлана Толчеева. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Светлана, ну расскажите, пожалуйста, что это за такой фестиваль, что это за уникальные тюльпаны и почему ему приурочено вот такое целое событие? Фестиваль «Межрегиональный воспетая степь» проводится уже в девятый раз на территории Орловского района. Это место расположения Государственного природного биосферного заповедника «Ростовский». И это уникальные ландшафты, которые как раз весной покрываются буквально полями, цветущими полями. Это тюльпан Шренко, тюльпан Виберштейна и касатики, ирис низкий и карликовый. Это уникальное и красивейшее явление, которое достойно того, чтобы его воспевали. Именно к этому событию природному приурочен фестиваль «Воспетая степь». Это не просто фестиваль, это фестиваль экологического туризма, он специализированный. И на центральной площадке в этом году были представлены интерактивные площадки, на которых туристы в доступной интерактивной форме могли познакомиться с особенностями нашей донской природы. И были, кроме того, представлены такие новые интересные форматы, как выставка на пленэре, которая сопровождалась классической музыкой. Были представлены площадки партнеров, это заповедник «Ростовский» и «Орловский» район, а также направление экологии. Здесь были представлены и научные организации, и хозяйствующие субъекты, которые осуществляют переработку отхода в Ростовской области. Вот такой вот набор интересных партнеров, интересных площадок, которые как раз позволили жителям Ростовской области посмотреть весь спектр направлений по сохранению природы нашего уникального Дона. Светлана, насколько я знаю, на этот фестиваль съезжаются не только жители Донского региона, но и из других регионов к нам в гости приезжают. Вы перечислили вот те разновидности тюльпанов, которые цветут. Это какие-то особенные тюльпаны, они редкие? Расскажите немножко. На самом деле эти тюльпаны произрастают на всей степной зоне. Это так называемый степной пояс, который протянулся у нас от Маньчжурии до Румынии, то есть опоясывает практически всю Евразию, и они произрастают повсеместно. Но вот такие локации, массовое такое цветение, оно наблюдается в очень редких местах, в том числе на территории Орловского района. Потрясающее впечатление вызывает. Это целые цветущие ковры. Это уникально. То есть это не одиночные стоящие какие-то растения, а буквально это ковер. Светлана, ну вот цветение таких поистине уникальных растений, оно же требует особого ухода. Вот как, например, мы, простые жители, любящие свой Донской край, можем посодействовать сбережению вот таких вот видов растений? Есть ли какие-то, может быть, у нас способы, возможности это сделать? Я могу привести один такой пример. Но у нас наш заповедник Ростовский, который как раз и располагается в Орловском районе, ну один из участков заповедника в Орловском районе, он организован в 1995 году. Я помню прецеденты, когда тюльпаны срывались, вывозились целыми корзинами из этой территории. Вот сейчас таких явлений абсолютно нет. Людей уже научили, людям уже рассказали, что тюльпаны уникальны тем, что они размножаются семенами. И прежде чем семечка превратится в луковицу и прорастет, должно пройти 7 лет. И вот люди, которые приезжают уже неоднократно, на этот фестиваль он уже прошел у нас 9 раз, всех уже научили, все уже поняли, что их нужно охранять, их нужно сохранять. И я думаю, что это как раз в нашем случае это главное достижение этого фестиваля, что мы призываем людей беречь нашу родную природу, потому что мы в ней живем, да, текущее поколение, ну и последующие поколения также будут на этой земле жить, и чтобы они тоже могли восхищаться этой прекрасной, прекрасными ландшафтами. Действительно потрясающее событие. Я думаю, что хоть в этом году мы пропустили с тобой, Алена, фестиваль тюльпанов, но в следующем году мы обязательно его посетим. И вам советуем, дорогие друзья, давайте беречь природу. Давайте беречь природу еще не только потому, что это красиво, но и чтобы давать наслаждаться этой красотой всем жителям Ростовской области и других регионов, которые приезжают в гости к нам, и советовать им посещать такие живописные и поистине уникальные места в нашем регионе. Светлана, благодарим вас за эту интересную информацию и полезную, я уверена. Я напоминаю, что с нами на прямой связи была Светлана Толчеева, начальник управления мониторинга окружающей среды и развития системы особо охраняемых природных территорий. Спасибо большое. Спасибо.